От балаклав до носилок волонтеры Югорска сели за шитьем. Кто-то приносит материал для будущих изделий, кто-то занимается раскроем, а кто-то осваивает профессиональные швейные машинки. Цель общая – оказать посильную помощь мобилизованным. Евгения Самойлова расскажет подробности. Небольшое ателье превратилось в настоящий дом волонтеров со стартом мобилизации в России. Идейный вдохновитель Гульнара Шредер встала в ряды добровольцев сама и буквально за неделю нашла целый полк единомышленников. Чем мы женщины поможем? Я лично умею шить, поэтому решила, буду шить. И создала группу в Вайбере «Своих не бросаем Югорск». Буквально через неделю настало уже тысячи человек. Да мне по-острее этот шневочек. Сегодня на раскройке профессиональная швея и медицинский работник. Завтра за этим столом может оказаться библиотекарь, кондуктор, певица. Прибегают на час, на два. После работы многие приходят, тоже пару часов потрудиться. Со всех специальностей – галтера, администраторы, продавцы. Задача дня – сделать носилки из тропы, шить очередную партию балаклав. Балаклавы бывают разные. Хищут для пожарных, автогонщиков. Из разных материалов для югорских бойцов балаклавы шьют из флиса. Этот материал не вызывает аллергии, быстро сохнет и даже в намокшем состоянии сохраняет тепло. Прежде чем взяться за ножницы, волонтеры изучили запрос военных. Что необходимо ребятам в первую очередь в полевых лагерях, в чем нуждаются госпитали. Первую партию гуманитарного груза адресаты уже получили. Я ничего критического, себя не видела, как мама, как человек. Ольга Сазыкина в числе добровольцев, кто не только собирал гумпомощь, но и отвозил ее в воинские части. В том числе вещи ручной работы от швей волонтеров. Что увидела, что передали ребята, теперь рассказывает близким мобилизованных. Единственное, что спрашивали при получении посыла, каждый практически спрашивал, нет ли рукописного письма. Не передавали ли родственники, жены, мамы, друзья, именно рукописные письма. У нас детский сад, здесь Снегурочка, нарисовал рисунки, прям весь сад, много очень групп. И написал письма, маленькие такие треугольнички, было сложено в коробочку от каждого ребенка, кто как смог. И вот эти письма были розданы, и солдатами заботливо положено на грудные карманы бушлатов своих. Вот это было очень трогательно, приятно. Написать письмо, принести ткань, побыть в роли швей может любой. Лишних рук в этом деле нет. Югра своих не бросает, призыв проверен временем не раз. Вот и полк югорских мастериц, если нужно, готов стать настоящей дивизией. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Югорск.